Честь и славу кубанского войска в этом году увидел весь мир. Казаки 9 мая прошли маршем по Красной площади. Событие можно назвать историческим. Ранее казаки участвовали в столичном параде только в 1945 году. Ты должен выложиться на все 100-200% и пройти лучше всех, чтобы показать казачество и себя с самой лучшей стороны. Сегодня казаки не только поддерживают традиции, но и пишут свою историю. На ее страницах ликвидация последствий страшного наводнения в Крымске. Они одними из первых прибыли на помощь пострадавшим. Казачество остается составляющей нашего общества, которое является гарантом стабильности. Казаки края встали на защиту Республики Крым и обеспечили безопасность во время референдума. Войско принимало участие в охране Олимпиады 2014 и королевских гонок «Формулы-1» в Сочи. Одна из очень важных задач, которая стоит перед агентством, это профилактика межнационального и межконфессионального экстремизма. И вот здесь как раз казачество может сказать и должно сказать свое веское слово. Тот опыт, который накоплен здесь, на Кубани, в этом направлении. В Крае впервые в стране были созданы казачьи дружины, которые совместно с полицией каждый день поддерживают порядок во всех городах и районах. Охрана общественного порядка занимается порядка четырех тысяч казаков. За пять лет совместно с сотрудниками полиции мы предотвратили две с половиной тысячи преступлений по Краю. Составлено почти 400 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Сегодня кубанские казаки должны сплотиться против терроризма. К этому их призывает губернатор Края Вениамин Кондратьев. На ежегодном отчетно-выборном казачьем сборе наметили основные задачи работы. Сегодня, когда террористы устроили беспредел в Европе, взрывают и расстреливают людей, мы здесь, на своей земле, должны надеяться в первую очередь на себя. Вы не просто должны, вы обязаны защищать сами себя, свои семьи, своих близких, свою землю и свою веру. Обязаны так, как делали ваши предки. Я не призываю вас достать из сундуков дедовские шашки, а просто призываю усилить казачьи патрули в рамках сегодняшнего дня. Вы сегодня должны максимально контролировать все, что делается в ваших хуторах, селах, станицах. Нужно усилить роль казачества, дать больше возможностей, чтобы казаки могли трудиться на земле, считает Кондратьев. Эту идею поддержал и председатель краевого парламента. Кубанское казачество является монолитным, мужественным, красивым. Оно воспитывает молодежь, является примером для России в целом и примером для многих жителей Кубани. Поэтому давайте будем сподвигать людей, чтобы они уважали государство и заботились прежде всего о своей семье, о своих детях. Тогда и государство будет крепкое, и устои будут крепкими. На Кубани важно создать казачий уклад жизни, говорит губернатор, чтобы обеспечить развитие и безопасность во всем крае. Вернуть полное доверие людей можете только вы. Конкретными делами, своими поступками, своим образом жизни. Каждый из вас, члены вашей семьи, они должны вести достойное великое имя казаки. И если это будет так, то собственным примером, без всяких лозунгов, за собой приманите своих станичников, односельчан, хуторян. И поверьте, тогда во многом, во многом задача, которую мы сегодня перед собой ставим, не просто будет облегчена, она будет сама собой решена. На отчетном сборе говорили и о будущем кубанского казачества. Там выбрали атамана войска, им стал Николай Далуда, которого зал поддержал единогласно. Он сплотил не только, как говорится, атаманов, но и сплотил вокруг себя всех рядовых казаков. Ну и, соответственно, казаки и мы, как атаманы, сплотили вокруг себя практически всех жителей Краснодарского края. После обряда посвящения атаман заступил на новый пятилетний срок. Казаки также выбрали суд, счетную комиссию и совет стариков. Как отметили ветераны, самое главное, что за последние пять лет удалось завоевать доверие жителей края, а значит, кубанское войско идет правильным путем. Кубанский казак звучит гордо. Так что, казачий суд, хорошие упряжки, они потянут и дальше наш край. Губернатор и атаман кубанского казачьего войска. Андрей Секретарев, Леонид Манчинский, Дмитрий Семененко и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.